В эфире национального телевидения Чуваши и телевикторина «След в истории». Здравствуйте! Хотя уместнее было бы сказать «Христос воскрес!» На пасхальной неделе верующие приветствуют друг друга именно так. А в 1945 году Пасха пришлась на 6 мая, день Георгия Победоносца. Думается, нет необходимости объяснять смысл этих совпадений. Для верующих в Чуваши Пасха того года стала еще одним знаком событий. Впервые после долгого перерыва ее отслужили в Эвиденском соборе. К началу Великой Отечественной войны в Чебоксарах были закрыты или даже разрушены все храмы. А их в 30-х годах насчитывалось более 10. Да и не только в Чебоксарах. В радиусе 80 километров от города не действовала ни одна церковь. Между тем в республике в тот момент под клубы, библиотеки, склады и другие учреждения были приспособлены здания более 300 храмов. Верующие выходили из положения как могли. Собирались у кого-нибудь на дому. Тайно приглашали батюшку, бродячего священника, как называли их чиновники того времени. А в середине войны православные почувствовали, что отношение к ним и к их святыням изменилось. С чем это было связано? Надо было открыть второй фронт. И для союзников наших гонение на церковь, это был такой фактор того, что тормозило этот процесс. Тем более мигрантские круги там за рубежом были. И к тому же еще немцы на оккупированных территориях активно открывали приходы. Чтобы как-то сгладить этот процесс, Сталин пошел на нормализацию отношений. Ну и проблемы уже были решены с церковью. Она больше не представляла опасности в качестве идеологической силы или организующей силы на какие-то выступления антисоветские. В 1943 году пригласил Сталин, будущего патриарха Сергия, митрополита Сергия и членов Синода, митрополита Николая, еще кого-то. И поставил вопрос о проведении поместного собора и выборах нового патриарха. И после этого был создан Совет по делам Русской Православной Церкви, который как раз возглавил его Карпов, кадровый сотрудник госбезопасности. И были созданы отделения этого совета на местах. У нас, в том числе в Чувашии, был такой первый уполномоченный по делам Русской Православной Церкви Шумилов. Вот он активно занялся как раз вопросами открытия церквей. Вот тогда-то верующие и начали отправлять во все инстанции ходатайство об открытии храма в Чебоксарах. Во всех письмах содержалась одна просьба – дать людям возможность помолиться о победе Советской Армии и о здравии родных и близких, находящихся на фронтах Великой Отечественной. Я знаю, что обратились к властям. Калинин подписал, была подпись Калинина самого, на открытие данного в Чувашии, в Чебоксарах, храма. И когда в общине церковной, значит, обратилась к властям, власти сказали, вот храмы стоят, какие выбирайте, какой вам нужен. И стали смотреть. Обратились, значит, вначале вот Архангела Михаила посмотрели, Успецкая церковь была, тоже посмотрели, они тоже стояли. Но там не было иконостасов. А когда пришли в этот храм, здесь, я говорю, находилось хранилище, книжное хранилище, а вообще здесь до этого еще был театр в алтаре. Здесь занимались театральным искусством в 30-е годы. Театр здесь был. Здесь они репетировали, здесь проходили, я это уже тоже знаю, от людей передавали. И когда пришли сюда, увидели полный иконостас, его не сожгли, не сняли иконы. Вот что было, что для местных властей было интересно, что они не разрушили. Тогда все разрушали. В Архангеле Михаила тоже был иконостас, но его все полностью сняли и все сожгли. А здесь, я говорю, оставился вот этот иконостас, целый, неповрежденный. Поэтому вопрос сразу оставился здесь открыть. Для отца Алексея Веденский храм – самый родной. Здесь его крестили. Сюда он ходил до того, как стал священником. Здесь служит уже 25 лет. Любимый храм – это тот, где человек духовно отдыхает, духовно подкрепляет свою душу, свои духовные силы и чувствует себя как дома. Вот почему прихожане выбирают себе. Вот приходят у нас, как, говорит, у вас хорошо в вашем храме. Во-первых, храм еще что старинный, чем он хорош, намоленный. Здесь сам дух благодати Божией, предки наши, прародители, сколько веков здесь молились, самые стены прописаны над этим духом молитвенности. А, естественно, ощущение и самей фрески, само построение храма очень каноническое, правильно канонической архитектурной вот это все. Поэтому здесь и люди ощущают, и духовность. В 1944 году Веденский собор был открыт для богослужения, и тогда же была создана Чебоксарско-Чувашская епархия. Впервые, поскольку и до революции, и в самом начале советской власти храмы Чуваши относились к ведению Казанской, Симбирской, а затем и Горьковской епархии. Если бы герой нашего следующего сюжета жил в другое время, он бы умел молиться и горячо просил Бога о помощи. Впрочем, во времена Великой Отечественной в армии библию не читали и уповали не на Господа, а на дальновидность командира. Но тот факт, что Василий Алексеевич Недаев дожил до 92-х лет, сохранив ясный ум и крепкую память, иначе как Божьим промыслом не назовешь. Василия Алексеевича Недаева на памяти Великой Отечественной остался один единственный значок, а еще воспоминания, которые так не похожи на все известные рассказы о войне. 19-летний выпускник педагогического техникума в июне 41-го проходил срочную службу в Сумгаите. Потом его часть перебросили в Тбилиси, а спустя полгода в разгар боев за Крымский полуостров в Керчь. Дали ротный миномет, ротные мины. Я первый номер. Мой помощник был этот первый номер, миномет носит, а мой помощник Хартанович, фамилия помню, это белорус, он в лотке должен носить, в лотке мины. Нам дали всего, боевые мины, всего 7 мин. И вот, а потом вышли из города как-то, подогнали машину, посадили, и на фронт. Недалеко, правда, километров 15, наверное. Ну и вот, там уже пехота, они воевали, к ним этот, нас придали, минометчиков. Но мин-то мало было, и удивительно. И вот я на фронте так выстрелил, 4 мины. Но на второй день у немцев появились танки, самолеты, свободно, летают над нами. нашего самолета, нашего танка, я на фронте сколько дней был, не видел своего. Что против танка можно делать? Отступать. Сперва нормально отступали, а потом бегство, это уже не отступление. Мы так вышли из города, а с нами оказ капитан, он привел этот, гражданского, который знает Аджимышкальские каменоломни. Мы ничего не знали об этом. И потом от города мы прошли где-то километров 6-7 в ход машина, любая большая машина входит. Зашли туда все, от входа метров 50 танковый пулемет там установили, чтобы немцы не могли зайти. И этот подземный ход примерно 25 километров. И у него боковые отсеки тоже есть. И потом нам объяснили, оказывается, оттуда доставали строительный камень. Аджимышкаль стал одним из самых ярких символов Великой Отечественной. Подземный гарнизон более полугода выдерживал осаду, практически не имея связи с внешним миром, при скудных запасах продовольствия и в отсутствии воды. Не имея возможности взорвать подземелья, фашисты в буквальном смысле выкуривали людей из каменоломен. Началась газовая атака. Какой газовый я назвать не знаю, она видна, это волнами сперва идет, бросают они по земле, это как дым наступает. И начали выходить, примерно 100 солдат вышли, и я вышел. Нас вышло в тот день примерно 150 или 200 я не считал, примерно вот такая толпа. Потом свои начали стрелять по своих из пулемета. Запретили выйти. И вот мы вышли, нас обыскали, нас что обыскать, руки подняли, карманы поискали немного, вышли, там румынские войска в основном. Пленных советских солдат поместили в лагерь на территории Украины. Там Василий Алексеевич встретил своего односельчанина и подговорил его убежать. Он так не хотел, так не хотел. И вот одну ночь переночевали, вторую ночь бегли, в траву нашли так низину, а когда выйдешь, побежишь, там полтора километра лес. Если добежишь до леса, вроде надежда. немцы в лес ночью не пойдут. И вот мы сделали дырку. Я вышел, Петров вышел, но он высокий, почему-то рюкзачок небольшой за спину, задел проволоку, проволока спустилась, тан-дан-дан-дан, как телефон, а погода тихая, никакого ветра, ветра нет, а патруль, я посмотрел, он не немец, украинец, полицай, и он присел, на изготовку взял и сразу не стрелял. Я и сейчас думаю, почему-то сразу не стрелял. И не пожалел он, а все же украинец, наш, я вот добежал до леса, Петрова нет, и вот пока добежал, за нами ни погони, ни стрельбы, все прекратилось, тихо, и я жду, а его нет и нет. Потом Василий Недаев две недели пробирался к партизанам, но так и не дошел. В одном из сел его обнаружили полицаи из местных и сдали в немецкую комендатуру. И уже в июле 42-го года Василий Алексеевич подобно тысячам наших соотечественников оказался на одной из ферм в Баварии. Там этот, у ней три лошади, три рабочих быка, шесть дайных коров, штук 15 свиней, смотреть на не надо, 12 гектаров земли, три гектара леса. Лес, лес тоже надо убирать, смотреть. И вот я, что говорит, все делал, ничего, понимаешь, не отказывался, ни от чего, вообщем и работал там. Там же, в Баварии, Василий не дай встретил победу. Союзники американца помогли ему и другим работникам добраться до пункта сбора репатриантов. Но на родину в Чувашию Василий Алексеевич попал лишь спустя три года. Вообще, до родины нас привезли на шахту. до шахты три месяца боевой подготовкой занялись. Я уже писарем роты был, в армию нас взяли, только мужчины тут. От Ковеля мы еще пешком вышли, от Бреслава через Польшу, от Ковеля еще 40 километров пошли, еще три месяца подготовкой занялись. Потом привезли на Донбасс, работали на Донбассе. Я на Донбассе работал три года. Потом правдой и неправдой приехал совсем. Во-первых, сперва я в отпуске после одного года работы в отпуске был. Потом через три года совсем вернулся. Пошел в РОНО. Октябрьского района. Я говорю, я учитель демобилизованный. Вот нам учителя нужны документы. Диплом показал. Напиши заявление, через месяц придешь. Через месяц пошел женщина, завтра она вытащила этот стол мои документы, выбросила забирай, мы тебе не доверяем воспитывать молодое поколение. Взял документы, вышел, туда-сюда посмотрел, заплакал, говори, куда мне идти. Пошел раньше МТС тракторной бригады. Я пошел учетчиком тракторной бригады, МТС. Но это же не сложная работа, тем более, я же все же образование имею. Все, на хорошем счету я, все, работаю. приехал из райкома первый секретарь, Смирнов его фамилия, директора МТС не было, главбуху говорит, не дай его надо снять с работы, меня. А главбуху говорит, за что? Он был в плену. А главбуху говорит, ну если был в плену, он керосин выпьет, бензин выпьет. а учет, отчетность говорит, наядь, мы к нему никаких претензий не имеем, он говорит, отличный работник. Но тогда, говорит, до конца сезона пускай, пора работать, больше не возьмите. Потом куда же мне? Давай на Колыму. А паспорта нету. Поступил в Марпасадский леснотехникум учиться. Там повестка явиться на учебу 1 сентября. Я председателю поступил учиться. Вот повестка. Он посмотрел, не хотел отпускать. Выпиши ему на годичный паспорт. Если бросит учиться, так не бежал. А я сам угадал ты. Я уже убежал. Получил годичный паспорт, прописался, выписался, поехал в Марпасад, документы забрал и уехал на колену. Кому бы Василий Алексеевич не рассказывал свою историю, в ответ слышал одно. Да про вас книги писать нужно. А что вы думаете, есть такая книга? Ее написала жена Василия Недаева, чувашская писательница Зоя Нестерова. В этой книге описана вся жизнь, а вернее судьба человека. 25 апреля вся чувашская диаспора отмечает День родного языка. Установлен он в память о выдающемся человеке, просветителе Иване Яковлеве в день его рождения. Впрочем, сегодня мы хотели рассказать не о деятельности патриарха, а о том, как коснулась Симбирской чувашской школы Первая мировая война. Если помните, в этом году исполняется сто лет с ее начала. Вы ни за что не поверите, но это так. К числу нечасто используемых документов исторического архива относятся материалы фондов Симбирской учительской школы и самого Ивана Яковлева. Это значит, что исследователи и последователи патриарха предпочитают обращаться к уже изданным трудам, а не к первоисточникам. И совершенно напрасно. В фондах собран богатейший материал, интересный не только ученым, но и любителям старины. В стенах конкретно нашего архива собран достаточно богатый материал, который при любом обращении к нему, любого человека интересующегося, история просвещения, история выдающихся людей, просто персональными фондами или какими-то другими данными, кто-то, может быть, будет искать своих родственников, закончивших свое время Симбирскую Чувашскую школу. Он может прийти к нам и посмотреть эти документы, потому что эти документы находятся в открытом доступе и, в принципе, любой желающий может с ними ознакомиться в соответствии со своим запросом. Родственников, точнее, родственниц, можно найти даже с фотографиями. В фонде осталось немало подлинных свидетельств об окончании Симбирской школы. По-видимому, барышни по завершении экзамена благополучно вышли замуж и учительствовать уже не предполагали. Примечательно, что все юноши свои документы забирали. Помимо сведений об учениках, в фондах немало другой интересной информации периода Первой мировой войны. Симбирская Чувашская учительская школа в нашем аспекте интересна хотя бы тем, что туда были среди направленных там на работы военнопленных оказались и некоторые турки. Вот в Цивильском уезде, например, знакомясь с документами, я ни разу не встретил упоминания о том, что работали турки. У нас были австро-венгерские, германские военнопленные, ни одного слова о турках. Симбирская Чувашская школа вроде бы как у Ульяновска сам по себе, они от мусульманского региона далеко, но и туда отправляют турок на работу. И вот двое из этих направленных военнопленных оказались в Симбирской Чувашской школе на правах рабочих. Причем, если верить отчетам Ивана Яковлевича, он назывался как раз о них гораздо лучше, чем о остальных работниках. Потому что, опять же, это уже немножко предположение, может быть, эти же самые турки, они у себя в Османской империи были обычными крестьянами. И вот труд на сельскохозяйственной ферме им был гораздо более привычен, чем, может быть, автро-венгерским или германским, которые могли прийти от станка. И уже в России ковыряться с мотыгой в земле ему было, что называется, не по себе. С другой стороны, Сибирская Чувашская школа характерна тем, что она, по сути, являясь образовательным учреждением, в то же время давала своим ученикам, будущим выпускникам, навыки сельскохозяйственной работы. И военнопленные, поступавшие в эту школу на работу, они не были кухарками и кем-то еще, то есть, на таких подсобных работах. Их всех Иван Яковлевич Яковлев просил предоставить именно для работы на сельскохозяйственной ферме, где выращивались продукты не только для самой школы, а и для поставки в лазарет, действовавший при школе. Причем, туда поставлялись продукты, если мы говорим современным языком, экологически чистые, ведь никаких добавок тогда не использовалось. Эти же продукты шли на удовлетворение нужд преподавателей. Эти продукты могли поставляться в рамках действия Красного Креста, поскольку лазарет относился к Красному Кресту, и в другие образовательные учебные заведения, где это могло быть востребовано, или в лечебные учреждения, потому что на тот момент никто не отменял лозунг «все для фронта, все для победы». Солдаты и офицеры вражеских армий в российском плену чувствовали себя вполне комфортно. Им даже платили зарплату до 5 рублей в месяц. Для сравнения, зарплата кухарки была 5-8 рублей, городовые получали около 20 рублей, рабочие на заводах 35. Килограмм хлеба стоил в те времена 5 копеек, мясо 30. Помимо зарплаты работодатель был обязан кормить пленного работника, и многие из них не считали необходимым перетруждаться. Некоторые, не успев появиться и поработать один день, два дня, может быть, вдруг почувствовали, что это не их дело, хотя, в принципе, военнопленному никто не должен спрашивать его, не его дело, но они объявляют бойкот и типа вот все, мы больше работать не будем. А некоторые, даже самочинно, просто бросают работу и уходят в Симбирск. Причем, Иван Якович Яков узнает об этом, уже из рапорта, который ему прислал заведующий, что вот фермы такие-такие, самочинно оставили работу, что они ушли в Симбирск, но при этом следует ответить на тот момент, что когда военнопленных распределяют на работу, то каждого военнопленного по определенному параметру обмандировывают. То есть у него рубаха, штаны и прочие вещи, которые ему, передавая вот работодателю, обеспечивает сторона отдающая. Но работодатель обязан соблюдать вот все вот это, то, что ему передали вместе с военнопленным, чтобы было в наличии. И если вдруг что-то утрачено, то работодатель обязан это компенсировать. И в итоге получается, что Иван Яковлевич Яковлев, беря на себя ответственность вот за этих военнопленных, берет не только за человека ответственность, но и за те предметы, одежды, гардероба, обуви и прочие-прочие-прочие вещи, которые вместе с ним к нему приходят в качестве одежды. Вот того, что прилагается к военнопленному. Получается, довольно интересная картина. Дешевая рабочая сила оказывалась не такой уж дешевой. К тому же, содержание военнопленных было делом весьма хлопотным. Но все это лишний раз свидетельствует о том, что тогда человеческие отношения были совсем иными, нежели во времена Второй мировой. И что удивительно, ожесточились люди всего-то за 30 лет. Как тут не вспомнить Мандельштамское «Век мой, зверь мой». Но вернемся к его началу, когда хищник еще только начинал бить хвостом. И удары эти в российской провинции еще не были слышны. У Ивана Яковлевича Яковлева была помимо потребности работать в ферме, вот чисто технологически, технически, практически, это важно. Но при Симбирской Чувасской школе действовал и лазарет, который включен был в систему Красного Креста. И вот это второй момент, связывающий Симбирскую Чувасскую школу с военнопленными. Еще один момент, который касается взаимоотношений Ивана Яковлевича Яковлева Симбирской Чувасской школы с категорией военно- уже не пленных, а военно-обязанных, это то, что с началом войны с территории западных регионов России в нашу глубинку перемещали граждан Австро-Венгрии, поданных Австро-Венгрии, Германии и других воюющих с нами государств, которые долго проживали у нас или на момент войны проживали у нас, но подпадали под военно-обязанный призыв. То есть в случае появления там каких-то войск они автоматически могли стать солдатами этих враждующих с нами армий. И вот этих людей, включая и членов их семей и всех остальных, перемещали подальше от границы. Вот Симбирск, так же, как и Чувашские уезды, собственно, стали центрами, куда их тоже размещали. И Иван Яковлевич Яковлев, ну, может быть, в силу действительно того, что не хватает рабочих рук или по каким-либо другим причинам, может, просто вошел в положение, но брал некоторых из этих военно-обязанных, перемещенных на территорию Симбирской губернии в Симбирскую Чувашскую школу в качестве вспомогательного персонала. Они работали в лазарете в качестве вспомогательного персонала, они работали в самой школе. И, в принципе, если смотреть по документам, вот к этой категории лица иностранного происхождения, но проживавших на территории нашей страны, у Ивана Яковлевича как раз вопросов не было. Наоборот, он характеризовал тех, кто у него работает, с самой хорошей стороны. Потому что, ну, в основном, по документам у него работали представители женского пола. Потому что санитарки, кухарки и прочие, это все-таки их сфера деятельности. Ну, вот, и к ним, несмотря на все запросы поступающих, Иван Яковлевич характеризовал действительно с самой хорошей стороны. В общем, можно сказать, что это отдельная тема для исследования Иван Яковлевич и Симбирско-учительская школа в период Первой мировой войны. Как любая историческая коллизия, она перекроила привычный жизненный уклад даже в глубокой провинции и оставила неизгладимый след в нашей истории. А теперь вопросы нашей телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. Кто из священнослужителей Чебоксар был награжден медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны? Сколько дней продолжалась осада Аджимушкайского подземелья? Кого из выпускников Симбирской Чувашской учительской школы вы знаете? Ответы присылайте по адресу Чебоксары Проспект Ленина 15 с пометкой на конверте След в истории или по электронной почте викторина Дефис След 21 собачка Яндекс.ру Если вы не успели запомнить вопросы ищите их на сайте Национальной телерадиокомпании Чуваши 3W НТРК 21 РУ Как всегда победители ждут ценные призы и реальный шанс оставить свой след в истории Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok